Всем огромнейший привет! С вами снова Айс, мы продолжаем прохождение Ведьмака 3 и Дикая Охота. Какие же задания мы будем сегодня выполнять? Ммм, это интересно. И начнём мы, знаете, с чего? Ммм. С чего бы начать прям даже, не знаю. Даже не знаю, с чего начать, честно вам скажу. Хотя вот задание есть. Поговорить с Лоттером. Поехали. Начнём с этого задания. Пусть твой топор никогда не затупится. Спасибо. Спасибо. Постараемся не затупить свой топор. Никогда. Хотя у нас мечи, но это не важно. Главное, что мы постараемся это сделать. А если что, есть кузнец, который всегда заточит его. Ты чужак. Думай, куда идёшь. Я не чужак, я свояк. Блин, а где кузнецы-то? Я как бы кузнецами хотел пообщаться, там, товарчики им продать какие-нибудь, понимаете ли. Обидно. Хотя что мне продавать-то, там, почти нечего, да. Мне нечего продавать, на самом деле. Товарищ, ты всё хорошо. Продавать мне, на самом деле, ничего. Может, топор действительно красивый подарить? Я думаю, что красивый топор какими-нибудь рубинами и алмазами это самый лучший подарок, правда ведь? Великий жаль. Да, бывает. И вчера, и сегодня наделали дел. Просто стырили у друида, у высшего, маску из-под носа. Вот таких дел наделали, чтобы... Чтобы разгребать, не разгребать, не разгребсти просто, понимаешь? Во-первых, я не чужак. Я знаю вашего главу, и... Он мне явно не чужак. Поэтому вы должны все поклониться мне. За то, что я тут бегаю. Или давайте сразимся с вами один на один на мечах. Вы с вами топорами, а я с мечами. Какая-то редкая трава тут была. Шутница. Шутница. Опять обзывается. Ну как так можно обзываться-то, а? Самое главное, за что? Что я ей плохого сделал? Чтобы она нас так обзывала. Такими мерзкими, низкими, подлыми словами. И опять же, учитывая то, что, блин, мы в хороших приятельских отношениях с главой клана ее, как минимум, это не уважение. Не только ко мне, но и к нему. Я понимаю, что там нелигарцы какие-то поганые. Но вы-то, блин. От вас такого и не ожидал. Круто. Однако. Эй, ведьма, не ищешь ли работы? А, ищу. Как ты догадался? Тут неприятности смерть яблину с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Ты еще золотых, и я сделаю все, что угодно. Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, и иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из Корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на Большой Земле. Как после захода солнце нападают, так и днем. Наш-то не только на рыбаков охотятся, но и на воинов. Их тела потом море выбрасывают, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны. Ты суперутопец, что ли? Есть какие-нибудь свидетели? Рюрик, мой ученик, был в лодке, на которую Мюрдьявлен напали. Есть еще Туве, у которой убили мужа. Она живет здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Поговорим сперва о награде. Что-то она больно скромная, на мой вкус. Не, он 250, это вообще ни о чем. Ну хотя бы вот так. Чуточку дороговато. Ну ладно. Так. Чуточку дороговато. Ты охренел, что ли? Дорого. Ну, может, оно того стоит. Дорого? Да это... Это даже не тысяча золотых монет. Я принимаю заказ. С утопцами я уже не раз имел дело. Скоро все будет кончено. Вот тебе мое слово. Так. Ты Рюрик? Я слышал, ты был в лодке, на которую напали утопцы. Да. Вместе с Ульфом. Моим двоюродным братом. Мы собирали ловушки для краба. Сейчас мы всех, всех уничтожим. Главное найти из логово. На логово главное найти. Я знал, что там полная клетка, что хороший улов. Тогда что-то рвануло веревку снизу. Всего миг. И Ульф был уже под водой. Я звал его. Раз, другой, третий. Вдруг вода стала красной от крови и разнесся ужасный запах. Вроде гнилья. Только хуже. Когда утопцы перевернули лодку. Я и сам не знаю, когда плыл до берега. Должно быть, Фрая меня хранила. Или чудовища уже наелись. Спасибо за рассказ. Нет, ну может быть, может быть ты и наелись. Это же не важно. Главное, что у нас свидетели есть. Починка сетей, украденный меч. Заказ духа леса. Заказ гонки гвинта, кулачные бари. Отлично. Гляну. Все хочу купить. Хотя мы с тобой, кажется, уже общались, да? А че это он? Эээ. Очень странно, но мне почему-то ничего не продает. Приветствую. Покажи мне свои товары. Глюк, смотрите, баг нашел. Интересный баг, конечно. Интересный баг. Так, насчет квестов. Вроде все я тут взял, да? Рокки гвинта. О, рокки гвинта это хорошо. Гвинт это то, что нам нужно. Давайте зайдем к травнику, продадим травы. У нас достаточно ее много. Может какую-нибудь редкую траву купим заодно. Да и просто пообщаемся с ним. Может быть он в гвинт играет? Да, смотрите, он играет в гвинт. Кажется. Вначале мы посмотрим его запасы. Так. Геральдические животные. Это я не читал. Рецепт зелья из феромонов утопца. Отлично. Рецепт изготовления ведьмячьего эликсира. Ну, остальные корни вроде как я все знакомые тут вижу. Может быть вот этот купить. И зеленая плесень у меня точно не это купим. Вот это тоже покупаем. И, пожалуй, можно купить вот эту штуку. Причем, ну, десяток, не больше. Все остальное, так или иначе, у меня вроде как есть. Хотя волкобой, не помню, кажется. Нет, у меня волкобоя. Берем. И сейчас вот это что это? Тоже вроде нету. Берем. Ну, а в ответ продаем то, что... Ага, волкобоя у меня нету, конечно. В общем, может быть я много чего и не то, что нужно, по-моему, купил. Вернее, того, что у меня и так много. Но это не страшно. Подаем то, что у нас действительно много. И то, что нам действительно не нужно в таких количествах. В ответ ему. По чуть-чуть. Кое-где, кое-где и по многу. А, нет, погодите. Порошок это продавать нельзя. Он пригодится нам. Порошок нам пригодится. Вот это. И вот это. Это легко. Это продадим. Не отбили даже то, что потратили. Но это не страшно, на самом деле. Мы сюда зашли за редкими травами и получили еще какой-то рецепт. Плюс книгу. Плюс можно сыграть в гвинт. Не хочешь сыграть в карту? Если мы его обыграем, выполним часть задания. Ну и, соответственно, получим еще какую-нибудь редкую карту. Кстати, Тайлер. А что у меня Тайлер не в колоде? Странно очень. Тайлер я не в колоду поставил почему-то. Хотя это карта, которая очень неплохая, так сказал. Отлично. Противник ходит первым. И то, что мне нужно просто. Лютика меняем. Лютика меняем. Кирю меняем. Ах, Ирок. Лучше бы еще вот что-нибудь. Типа этой картой пришло. Самое обидное то, что нету. По крайней мере, пока что нету ни одной карты из легендарок наших. Вот пришла карта. Лучшая наша по урону карта пришла. Вернее, пачка. Это очень даже и неплохо. Давайте сделаем так. Ну, а потом вот так. Ну, а если вот так? А потом еще и вот так. О, отлично. Хорошая картиечка для нас. Используем чучело. Казнь. На самом деле, это неплохо, что мы выманили казнь у него. Согласитесь. Еще одно чучело у нас, кстати, есть. Это интересно. Достаточно интересно. Ну, после этого можно сдаваться. На самом деле, тоже казнь использовать. Хотя тут использовать казнь глупо. Наверное, все-таки. Сдаемся. У меня 8 карт, у него 5. Так что все хорошо. Тем более, сейчас будет первым ходить. То, что мне нужно. Пошли десяточки, да? Достаточно неплохая колода у него, я бы сказал. Даже очень неплохая колода у него. Можно было вернуть вот эту знахарку, чтобы еще одну вот ребушет поставить. Мне захотелось именно вот так сыграть. Нафармить себе. Карту одну. Как минимум. Ну, так себе, на самом деле, картишка. Легонько вот так вот побеждаю. Можно было, кстати, этого, что... Его даже не ставить. Но я его поставил специально, чтобы потом можно было юзать спокойно. О, отлично. Теперь вообще без шансов. У него и так шансов не было. Ну, теперь вообще без шансов. Чтобы он там не ставил. И он не спасет ничего. Избавился от переднего карты переднего ряда, чтобы мороз, если что, использовать спокойно. А можно даже не ставить эти карты, просто сделать вот так и все. Это уже победа. Ну, немножко в первом раунде, может быть, можно было сыграть и по-другому, чтобы выиграть в двух раундах. Ну, это не важно особо. Главное, победа с первой попытки. И получаем карту нужную нам. Ну, как нужную? Какую-то карту. Вангермар. Посмотрим, что за новая карта. Наверное, в Нильгардской колоде он, да? Вангермар. Да, вот он. Ну, так себе карта, на самом деле. Ну, и соперник был не самый сложный, согласитесь. Я был сказать, что соперник был. Мега-картежник какой. Ну, что, мы идем дальше. Узнавать. Узнавать у свидетелей о нападении утопцев, что там было и как, где их искать. Главное, против кого мы будем биться, на самом деле. Ты и Туэр? Мне сказали, что твоего мужа убили утопцы. Сперва море забрало у меня сына. Теперь мужа. Осталась я одна. Вилли, наш сын, не вернулся с лоб. Муж каждый вечер ходил на скалы кьерок высматривать его лодку. Я говорила, что ему этим жизни не вернешь. И сам говорю, сгинешь. Слышал ведь, что там утопцы живут. Только не сиделось ему. Брал он свой старый плащ и шел. Когда он однажды ночью не вернулся, Я позвала брата. Разная ручка. Мы же не вернулись его искать. Мердья, блин. Утопцы так его издранили, что я только по этому плащу его и узнала. Я знаю, что это небольшое утешение, но обещаю, что ваша беда с утопцами скоро закончится. Будь здорова. На самом деле мы не получили такую же много разной информации, какой-то полезной нам. Да, мы получили информацию, но... Ну, формация... Обычно. Мы могли бы просто прийти туда и... Мы получили приблизительно ту же самую информацию. Куда меня посылают? Ну, осмотреть землю, осмотреть. Там где были утопцы, так я туда и собираюсь идти. А, я понимаю, почему меня посылают туда. Потому что там подъем наверх, тут нельзя подняться наверх, вот и все. Поэтому у нас типа тропинка из следов выложена, потому что нужно возвращаться назад. Да следи, следи, только я сейчас травку соберу. Вернее, грибы. Вам же они все равно не очень нужны, да? А мне пригодятся. Чего они такие прям недовольные? Ну, подумаешь, задел, пробегая мимо. Соблюдай наши обычаи, библуда. Опять обзываются. Куда прешь? Зачем? Хотя, зная сайдквесты этой игры, мы понимаем, что вряд ли там утопцы будут. Там будет что-нибудь более интересное, возможно. Возможно, кто-то под утопцев работает, просто специально так. Вы все думали, что это утопцы делают, а на самом деле это делают какие-то другие злобные гады. Или просто какое-нибудь морское чудище новое. Очередная жертва. Так, давайте смажем наше оружие маслицем. Хотя, что у нас по маслу? По маслу. По маслу, по маслу, по маслу. Отлично. А что у нас не хватает-то вечно? А, понятно. У нас не хватает желудка пещерного тролля. И хватает крови пожирателя. Ясно. Ну, конечно, утопцы. А кто же еще? Вот, сука. Ладно. Какие-то лучшие. Восемнадцатую рюки не страшно, но они сами по себе еще более сильные, чем обычные. Причем намного более сильные такое ощущение, чем обычные. Опять мутаген не тот, что нужен. И красный мутаген нужен, дают синий мутаген. Ну, как всегда. Рецепт отличная пурга. Меч моребора, ну и разности. Всякой там. Разные еще вещицы разных подвалили. Вот им сундуки. Так что вы прям особо мне не нужны были, честно вам скажу. Да что такое? Игра почему-то свернулась. А ну, в окне из-за того, что игра опять не мак накликнула, блин. Иногда бывает. Ну, понятно, что мне нужно в пещеру как бы к ним попасть. Скорее всего, вот она. Кот в подводную пещеру будет, я не под водой. А может быть и нет. Ну, по запаху идем. Под водой-то запах не будет чувствоваться. Ну, под водой будут чувствоваться следы. Видеться, вернее. Интересная многова, конечно, у них. Что же мы в этом гроте-то обнаружим, интересно? Вот так. Да ладно. Грибы, ну это понятно. Какие ядовитые... Ядовитые споры грибов этих. Кусок доспеха. Кусок доспеха совсем заржалевший. Рассыпается в руках. Нашли кусок доспеха. Лого-очень. Звонищенная шея, раздавленная в лесу не удовольствия. Затушили. Это очень странно, на самом деле, лого-то. Припрятано на потом. Топцы так не делают. Вот именно, это что-то другое. Ниги на шея, раздавленная гортань. Затушили. Это явно что-то другое. Обломки, лодки, порванные паруса, канаты. Можно сказать, морская декорация. Этот смрад, следы на телах. Это должно быть логово водки бабы. У них тонкий нюх, она не вернется пока и здесь. Хотя, если она терпит утопцев, может достаточно будет сделать вытяжку из их желез, чтобы замаскировать на запах. Каким образом мне это сделать? Я брат, я готов, но по каким образом? Я же говорил, что будет все не так просто. Будет все далеко не так просто. Короче, нужно найти гнездо, сделать эликсир, после этого вернуться уже сюда. Интересное задание очередной раз нам предстоит выполнить. Так, а где гнездо-то их? Чуть ниже, наверное, да? Вот тут. Там тоже как пещера будет. Что-то типа пещеры, как по карте видно. То есть, не совсем, не совсем гнездо, наверное, хотя. Посмотрим сейчас. Да, нужно обязательно смазать, смазать, смазать наши клинки. Вернее, клинок. Серебряный клинок. Ну, там грот, это опять пещера, в которой... Которую, вернее, нам и нужно, наверное, попасть. Я понимаю. Не факт, что это не та же самая пещера, на самом деле. Да, вот, вроде они как бы соединяются даже. Я говорил. Логово. Что-то их осматривает-то, логово-то это. Вроде, бродим тут, ходим. Постоянно. Человеческие кости. Не сломаны, но мозг высосан. Для этого нужен тонкий, длинный язык. Назад, что ли, возвращаться опять? Слишком долго мы плаваем, непонятно где, к сожалению. Давайте просто по карте посмотрим, да и все. Так. Осмотреть местность. Найти гнездо. Топцев использует, мы чуть-чуть ее. Возможно, на поверхности, наоборот. То есть, заказ этого чудища. То есть, само чудище живет там внизу. А вот логово ихнее. Сначала. Которое нужно нам. Где-нибудь наверху на поверхности находится. Вполне возможно. Там как раз где вопрос, например. Как он такой вариант. Думаю, вполне. Разумно. Было бы это предположить. Ну-ка, если поставим туда стрелочку, зелененькую, отметку. Попробуем подняться чуть выше. Вот обойти эту гору, скалу, не знаю. Подняться на саму вершину мы не сможем, наверное. Или сможем? Ощущение, что ее даже обойти-то мы не сможем. Нифига. Не то, что подняться по ней. Очень большой, массивный хребет горный. Да, который даже не обойти-то, по ходу, дело. Или все-таки обойти его можно. С этой стороны, с другой. Изначально. Даже можно, по ходу, забраться на него вверх. Да, можно. Отлично. И осталось найти логово утопцев и все. Потом будет очень легко изготовить эликсир. Тем более, мы нашли как раз рецепт для этого эликсира. Возможно, у меня вообще есть уже, как бы, ингредиенты для этого эликсира, на самом деле. Получилось сопротивление, видимо, эквотическим способностям. Да, конечно, есть. Все есть. У нас очень много ингредиентов, как раз. Которые были бы нужны. Но на самом деле, лучше подойти сюда. Сокровище под окран. А тот призрак, это не то. Вместо не то. Сапоги. Руна темного железа. Еще несколько там всего. Просто раз мы не можем это найти, не проще ли это сразу сделать, да? Тогда уж. Просто берем, делаем и все. Еще кто появился? Да ладно. Иди сюда. Ну, седьмого уровня это не так сложно. Ну, если я сделаю вот так. Насколько это хватит? Просто интересно. Ну, если все-таки гнездо утопцев искать придется в любом случае, да? Как-то оно совсем тут не находится. Вот вообще. Местность я вроде осматривал, где я их видел, но... Прям какой-то травы и так далее. Ничего не могу найти. Опять заблудились мы в трюксоснах, как это бывает. У нас довольно-таки частично, частенько в играх. Может быть, тут вот. Они вроде под водой там обитают. А, не, вряд ли. И обидно, что как бы задание не перелистывается дальше, потому что я даже эликсир-то уже сделал. Я могу сделать его еще сколько угодно. Ну, не сколько угодно, но у меня там на 2-3 эликсира как минимум хватит еще ингредиентов. И без того, чтобы я их новые добывал. Обидно, что нельзя просто взять и перелистнуть это задание немного. Ладно, наверное, это и правильно. Ничего страшного там нет. Для нас так тем более. Ходим, отбираем. Забираем какое-то седло, там потом продадим. Вот что-то интересно. В конце концов, нам все равно логово утопцев тоже нужно уничтожать, поэтому. Не, ну это логово ведет нас туда, куда я заходил просто без этого. Без... С самого начала видя, что там логово их как раз. Ну, сейчас у нас появилось четко... Четкий запах. Куда нам нужно идти. Я с помощью видмачевого чутья, а мы это сейчас и будем делать, то есть. Идти по этому следу, да? Я правильно понимаю или нет? Как он тут прорывается почему-то? Исчезает. Появляется только дальше уже, когда он пересекается с... Чем-то другим. А, может быть, нам нужно не заходить сюда пока что, а пойти дальше вот сюда. Именно по этому следу. По этому следу мы заходили как раз сюда, наоборот. Да уж, очень странная вещь. Это следы этого чудища, которые ведут сюда. А там следы нужны утопцев именно. Или запах их. Который ведет сюда. Опять же, сюда же. Вся эта пещера соединена друг с другом. Обе эти. Вот оба этих подводных грота просто с разных сторон можно сюда попадать как-нибудь. Вот этот запах, да, который вот тут кончается. Или начинается. То есть, он ведет дальше куда-то. Под водой тут что-то, что ли? Ну, под водой это растение просто подводное. Вот, галисник. Все. Смотреть местность. Смотреть местность. Я его осматриваю, эта местность. Осматриваю ее. Кроме этого запаха, который мы нашли, больше ничего не вижу. Этот смрад. Вот. Точно утопцы. Точно утопцы. Где-то рядом их логово. Где-то рядом их логово. Я согласен. А где оно? Где оно может быть рядом? Ну, мы можем подняться чуть выше. Посмотреть чуть выше вот тут что-то может быть. Опять же, по границам территории отмеченным. Нам на карте походить. Логово их внизу в любом случае. Вот он, вход в пещеру их нет. Уже бандиты. Жалкое зрелище. Тут лагерь бандитов был. Который мы случайно набрели, я бы сказал. Абсолютно. Может быть, достаточно зайти в пещеру эту. Просто использовать эликсир, да и все. Как бы пойдет все дальше, как вы думаете. И появится, появится тот злобный монстр, который все это учадил. И за которым мы тут, собственно, находимся. Просто очевидно, что вот логово утопсов, да? Вот очевидно. Очевидно, что вот след прорывается. И все. Дальше уже, как бы, вот видите. Все идет сюда. Или сюда, или туда. Ладно, предположим, что вот еще какие-то следы ведут, да? Куда-то. Положим, что можно было бы поднырнуть. Но это же не так. Это не так. Вот вот корабль. Ну, можем использовать, опять же, зелье это. Остается где-нибудь спрятаться и подождать. За теми шлюпками. За теми шлюпками? Эти шлюпки, да, я думаю. А вот еще, смотрите, проход-то есть. Я проход совсем не заметил в начале. Что-то обидно, конечно. Но самое главное, что этого гада мы вымоняли. Этого монстра. Это утопится в 17-е время? Да ладно. Они их вызывают. Я забыл совсем. Спасибо, что ослепила его. Абая. Огоньку не хочешь? А да больше огоньку, я считаю. Еще больше огоньку. Вот так, задание выполнено. Трофей. Естественно, нужно добыть трофей, чтобы подтвердить выполнение задания. Ну что, еще одна какая-то улучшенная водная баба была уничтожена только что. А теперь местные жители могут как бы спать спокойно. Практически. Как я этот проход-то не заметил. Это вообще жесть какая-то. Перепрыгнул я через квесты. Видимо. Хотя нет, ничего не перепрыгивал. Опять у меня все стоит задание осмотреть местность, осмотреть местность. Да какую нафиг местность осматривать? Да я уже убил ее. Понимаете, убил. Даже в бестиарии статья там, наверное, добавилась, да? Где она у нас? Ну вот он. Пожалуйста. Я много мерзостей в сетях находил. Муренами, ноги, скаты. Но вот такой я не видал. Бьер, корабельщик из Каэртрольда. Залив у Каэртрольда всегда имел дурную репутацию. Время от времени рыбаки, заброшившиеся и там сети, не возвращались домой слова. Что-то утягивало грибцов с дракаров и переворачивало лодки. Местные винили во всем морских дьяволов. Так на скеллиге называют утопцев. Род уже оказалось гораздо хуже. Пещеры под утесами киярок стали домом для особой хищной и умной водной бабы. Эти твари вооружены мощными когтями, порывающими любой блок или репост фехтовальщика. Их там уже способны издалека слепять противников. Затем наносить молниеносные удары в контратаке. Чтобы одолеть водную бабу, ведьмак должен быть использовать знаки Ирден, чтобы замедлить ее, и квен для защиты от ее ударов. А более всего в таком бою ведьмаку требовалась удача. По счастью, Гильду не приходилось рассчитывать на одну только удачу. Ведьмак всегда имел в запасе несколько фокусов. Замаскировав свой запах, он сумел незаметно подобраться к чудовищу и убить ее. Отлично. Теперь мы открываем задание. И идем, получаем награду. Потому что осмотреть местность там, я уже, я ее осматривал сколько раз, я не понимаю, как ее осматривать. Где мне это логово утопцев найти, я не понимаю ее, честно. Нет, я рад бы его найти, честно. Но я не понимаю, где его можно найти. Вот вход в пещеру. Но я же в этой пещере сейчас и нахожусь. А-а-а, видите, в вопросе где находится. Там хотя, скорее всего, контрабанда какая-нибудь. А не вход в пещеру еще одну какую-нибудь утопцев. Скорее всего, контрабандный товар, как всегда. Блин, куда я... Куда мне плыть-то, е-мое. Экстурки пропадают, ой, беда. Из-за того, что они так пропадают, я немножко дезориентировался в пространстве. Не, ну, серьезно, я не вижу просто тупо этих... Может быть, дальше реально. Ну, это вообще не утопцы, это сирены, опять. Ну, их нафиг. Вопросики эти потом будем сделать чуть позже. Позже, и так скажем. Странное задание. Что-то я сделал, видимо, не так. В комментариях там подскажите, что именно я не так сделал. Ну, вроде я обыскал все, что только можно было обыскать. Казалось бы, нашел вход в логово утопцам, но там их не было. Тем более, после того, как я вообще убил это чудище, зачем мне в квесте висит осмотреть местность дивидели утопцев. Непонятно. Ну, ладно, идем, выполним задание. Может быть, после этого задания пропадут, осмотреть местность. Хотя я не прочь бы ее осмотреть, но как бы я не могу найти в двух соснах эту местность, понимаете? Работа сделана, а вот доказательства. А, а на что мне голова дьявола? Это что за дьявол? Водная баба, старая хитрая особь. Это она источник всех ваших мер. Я много мерзостей в сетях находил. Мурены, миноги, скаты. Возьми свою награду и заслужил. Ну, конечно, заслужил. Ладно, не будем нагляться. Спасибо, прощай. Можно было попробовать больше, конечно, надыбы, надыбы, но с другой стороны. Договорились, договорились. А что там было, это уже как бы неважно. Договорились, что мы это изведем, мы это извели. Получили 200 опыта, неплохо. В комментариях, пожалуйста, напишите под видео, где эта местность-то неправильно осмотрел. Я, конечно, может быть, немножко подуставшимся сегодня пишу серию, но не в такой степени, чтобы не видеть вообще ничего. При более, когда на карте тебя отмечается круг, где ты должен смотреть это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасненько мы тут прыгнули. Почему взываешься? Тебя тоже. Уже сейчас. Опять бандиты, блин, поганые. Главное, у этих бандитов, поганых, нифига нет поживиться чем, понимаете? Ну, давай. А что за фигня сегодня происходит? Мед это хорошо. Мед мы любим. Мед нам пригодится. Правда ведь? Так, зелья феромонов-утопцев кончилась, но нами особо и не нужно, как бы, так что... Можно вот это сделать. Ну что ж, сегодня был достаточно интересный сайд-квест. Как я и думал на самом деле, поэтому... Не только сюжетки тут делать весело и интересно. Помогу, конечно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я ничего не взял. Я ничего не взял. Я просто посмотрел, что там лежит. Я не знаю, что там лежит. Я не знаю, что там лежит. Из Тимерий? Ты уверен? Не из Новиграда? Почему? Почему из Новиграда? Я родом из Морибора и... И ты не годишься для этой работы. У тебя слишком короткая память. Мы ведь уже встречались. Только тогда ты был почтенным Новиградским учебником. Ты отчаянно жаждал вернуться домой. Ах, уверяю вас, что... Ну ладно, поймал ты меня. Знаю, что это странно звучит. Но, клянусь, я отдам тебе все сторицей. Только не выдавай меня, Ярл. Ты думаешь, я дам себя одурачить второй раз? Ярл решит, что с тобой делать. Ну попробуй. Отведи меня к нему силой. Отвел. Какого фига я стражу-то расстроил? Да блин, ну это нечестно. Ай, контрольная точка. Давайте контрольную точку загружать. Что я такого сделал? Я же просто хотел взять, что у него выпало. А не их поганые вещи. Обидно, понимаете, досадно. Мы вот спасаем деревню и убиваем морских чудовищ. Водных баб озверевших. Чтобы их мыки возвращались домой. И воины. Вот. А мы, блин, после этого получаем какую-то фигню. Все, он убит, что ли, получается. Включает, что так. Говорит с Лотером. Где-то Лотер-то находится. Лотер. Матеус, мать его. Ага. Ну, сначала выполним вот этот вопросик. Уважаемые зрители, не обижайтесь, что мы там сюжетку не делаем и так далее. Успеем мы ее сделать. Давайте на вкусненько оставляем ее. Самое охренительное оставляем на вкусненько. Тут даже вот сайдквесты офигительные. Вы же сами прекрасно знаете. Поэтому сейчас пару серий побегаем, сайдквесты поделаем. Потом серию сделаем еще немножко сюжетки. Потом опять пару серий сайдквестов побегаем. Ну, потом опять сюжетка. Тем более, у нас очень много было сюжетки. Ну, почти сюжетки. Потому что там не только сюжетка была. Ну, квесты были офигительные. Там, найти маньяк, как мы вампиры разоблачили в Новограде и так далее. Это квесты, которые ничем не уступают сюжетки абсолютно. Ну, и так далее. О, утопцы. Здорово. Может мне это внизу чудовищ нужно было найти? Как вы думаете, нет? Думаю, все-таки не это, наверное. Потому что это не утопится, а болоте. Как минимум. Разницы мало, но все-таки это не утопится. Эх, продолжаем очищать местные острова от чудищ. Че-то чудища не все с этими, с лутом, к сожалению. Ой, не все с лутом. Обидно. Утопцы лезут отсюда. Лучше здесь все взорвать. Ну, что, взорвем? Наши бомбы есть? Я думаю, там много у нас бомб есть, на самом деле. А вот и утопит, действительно. Уже не болотный. Настоящий. Красно-черный. Загеримый. Пятьсот пятьдесят очков опыта. Не хотел пятьсот. Ага. Слишком сильно много захотел. Конечно. Конечно, не пятьсот, но на самом деле тоже неплохо. Вполне себе так. Ну, вот теперь можно и пойти дальше, дальше к этому лотеру. Ну, заглянем вот сюда. Еще один вопросик поделать можно. Как раз по дороге практически. Интересно нам следовать мир. Интересно, в принципе, знакомиться все еще с новыми скеллигами, потому что мы далеко-то не все увидели, далеко не везде были, и не каждую тропинку знаем. Например, в том же Белом Саду или Велине. Хотя и в Велине, я уверен, там кое-какие места мы еще не заходили. И не только по квестам. Не только по квестам. Скорее всего, это деревушка просто заброшенная, которую или бандиты оккупировали, или чудовище. Ну, если это так, нам неплохо опыта за нее должны дать, по идее. Продолжаем собирать траву. Ну, так, чисто по дороге, то есть особо не бегая куда-то там специально. Давайте посмотрим, сколько нам до уровня. А, у нас уровень, кстати, уже есть. Вот так вот. По этой нации у меня таких очков, 5 очков еще нужно, да? Наверное, дает 1 очка дарения в начале боя, выработка на привлечении увеличена 5%. Ну и что, это урон от мощных атак? Я мощными атаками не пользуюсь практически. Отражает ли стрелы при парировании просто очков адреналина? Нет, надо вот это, наверное, качать. Боевой транс надо качать. Или вообще, знаете, выбрать что-нибудь, типа... Чего-нибудь другого. Хотя нет. Вкладываем очки, еще 5 очков в боевой транс, чтобы я хочу вот этот сковыщий удар и прокачивать просто. А потом уже можно будет прокачивать что-то другое, действительно. Там и магию, ну, то есть знаки и так далее. Болотники опять. Любишь я серебря? Любишь я серебря? Да ладно. Суперудар против людей действует лучше, чем против монстров. Сразу вам скажу. Да ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо, я все понял. Да как же так? Как же так-то? Где у нас автосейв последний был? Надо было перед этим боем сохраниться автоматически. Ну, быстрым, квик-сейвом. Трудно было перед этим боем сделать квик-сейв и все. Все было бы хоро, еще. А, рядом. Отлично, отлично, отлично. Я уж думал, что мы далеко где-то будем. Кстати, надо маслом было тоже смазать. Наш меч. Да что я делаю? А ну-ка так, берем. Масло. Квен. Первый пошел. Квен. Второй пошел. Третий пошел. Четвертый пошел. Квен. Пятый. Шестой. Вот так вот. А то что-то я подрасслабился как-то. Ну, действительно, это просто деревня, которая была заброшена из-за того, что существовали эти монстры. Когда мы ее очистили, приходят назад местные жители. Вот. А мы получаем немножко денег и достаточно неплохое количество опыта за это. Да, 120. Вполне себе. Ну, 50 крон это так. Кого нету-то. А вот еще и купец. Покажи товаре. Покажи мне. Кстати, с этим купцом я не виделся. Можно купить чертеж. Ну, на всякий случай, знаете. Безопречный янтарь. Ничего себе цены у него, конечно. Не знаю, будет ли мне это нужно все. Или не будет нужно. Безопречный янтарь и так далее. Безопречный янтарь и так далее. Короче, если будут нужны им вдруг, мы знаем, где его искать. Ну, что ж, я думаю, на этом мы закончим очередную серию прохождения. Огромное, что я всем спасибо, кто смотрел. В следующей серии мы выполняем еще несколько сайт-квестов. Вот. Ну, а потом уже будем выполнять дальше сюжетку. Потом опять сайт-квесты и так далее. С вами был Айс и всем пока-пока.